вчера мы с вами рассмотрели такое платье она от елены рыжкиной из минеральных вод и еще несколько эскизов есть от елены рыжкиной может быть мы даже тоже рассмотрим вчера мы с вами разработали полную выкройку этого платья мы взяли базовую основу платье номер один сталь накройным рукавом и хорошо поработали чтоб нам уйти от этого первой модели номер один к другой модели ну и сегодня я хочу об этом просто поговорить платье здесь она длинная в пол имитация болеро украшение на груди деталь украшена украшением и рельефы рыбкой немножко они от бедер зауженные потом расширенные у нас выкройка готова мы уже в следующем видео будем кроить сметывать и одевать на фигуру вносить поправки и готовить к шитью ну и как сейчас нам нужно знакомиться с технологией конечно я покажу как работать с цельнокройной стойкой правильно чтобы вы не мучились процессе работы это следующие наши будут видео еще посвящены этому платью очень большие просмотры этого кроя и очень много пришло комментариев ну и конечно абсолютная масса комментариев положительные люди благодарят что мы учим их не зависеть от выкроек мы даем им сваду воду выбора что они учу их сами своей рукой проводить линию там где им хочется они там где готова выкройка дает то есть наша цель но быть более разнообразными а как же мы будем более разнообразными если мы всегда в одной модели будем ходить но это невозможно поэтому мы учимся работать с линиями и чтобы мы были сами хозяева этих линий то есть мы своей рукой чтоб могли наносить ну то что нам нравится кому то не нравится допустим имитация болеро пожалуйста можно эту линию не делать кому то не нравится вот такой вырез а он хочет v-образный вырез пожалуйста сделали v-образный вырез кому-то нужен нужна молния пожалуйста сделали по центру спины шов и сделали молнию длинную потайную молнию красиво в деле потому что запоминается в платьях цельнокровенных рукавах в боковом шве молния и дело не не делается и огромное разнообразие фасонов со стойкой без стойки 6 клиньев 8 клиньев кто-то может быть сделать 12 клиньев пожалуйста это будет очень шикарно смотреться на фигуре а кто-то захочет комбинированную стойку кто-то вот эту всю деталь нашу вот болеро которая у нас болеро имитация покроет кружевом например огромное разнообразие фасонов мы можем сделать из этого платья это платье не обязательно должно быть длинным она может быть до середина колена за колено или немножко выше колено абсолютно вы прошли с нами моделирование вот я вам показала еще покажу как работать со стойкой вот здесь технологические узлы мы с вами пройдем но вы свободны выбрать делать то что вам нравится почему некоторые наши но пользователи наши зрители решили что мы именно этот фасон именно в этом виде им навязываем нет мы учимся моделированию от основ которые мы имеем конечно легче всего было бы взять платье номер один сделать какую-то там подрезиком кокеточку там какой-нибудь какой-нибудь воротничок сделать и пожалуйста вам дать но не хочется работать впустую если мы уже встали и моделируем хочется дать как можно больше материала поэтому я выбрала платье в котором и рельефы и заужение и раскрешение и имитация болероя и отделка и как бы и цельнокроенная стойка переходящая вырез и там очень много мы прошли а кто-то может быть возьмет из нашего вчерашнего урока моделирования не все что мы прошли а что-то одно и это тоже будет шикарно как бы конечно можно мне советовать и сказать что надо было не так надо было вот так надо было вот длиннее надо было короче а куда вшивать замок должен быть там по спине шов или не должен быть ну сделайте со швом я же вчера 10 раз сказала если ваш шов по спине пожалуйста делайте шов по спине это нормально совершенно от болеро вот так вот вниз шов по спине на самом деле он даже вот здесь может и закончится в этом месте где болеро начинается наш наш шовчик и замочек только может быть дети вот тут закончится здесь можно так даже входить без замка а может стойку уходить через все это нужно включить фантазию и выбрать то что нужно лично вам я посмотрела видео олеся кирсанова молодая девочка сколько она уже всего перешила какое у нее все модное молодежная и шикарная молодец девочка вот просто знаете вот я посмотрела вот просто порадовалась от всей души человек не пишет там надо было вам так вот так вот берет основу и делать то что нужно ей но очень приятно вот я не знаю я прямо рада рада а личка передаю привет огромное спасибо за вот такое вот отношение к работе за собственную фантазию конечно это очень приятно это то ради чего мы работаем а есть люди которые пишут ой какое взяли платье самое ужасное ну хорошо у нас ужасное а вы себе сделайте не ужасное ой она вот не такое а надо было такое ну сделайте такое дальше получили мы такие вот такого рода сообщения это плагиат это платье из бурды 2009 года но глупее я в этой жизни ничего еще не слышала это вечная классика это голливудская мода это американская мода это свадебная мода это сегодня если открыть современные журналы рельефы рыбка зауженная коленем и расширенная книзу просто битком забита современная мода этими моделями передо мной журнал 2017 года мэрфи я его привезла из парижа кстати в прошлом году осенью журнал 2017 года и в нем тридцать одна модель с годы тридцать одна модель с годы я думаю что как бы я сейчас речь не о журнале я думаю что мы его с вами рассмотрим классические хорошие вещи еще хочу показать из этого же журнала 2017 года одну страничку сзади но я бы ее назвала страничка такая обучающая вот такая обучающая страничка я хочу чтобы показали но на каких же фасонов нам учиться вот на таких как здесь нарисовано на самых простых нужно научиться делать клинья нужно уметь обрабатывать швы нужно уметь делать подгибки нужно уметь удалять излишки из швов нужно грамотно обрабатывать горловину нужно правильно работать с подкладкой нужно уметь рукава вшивать нужно уметь делать реглан нужно расширять уметь раскрешать и нужно уметь делать зауженное кстати на базе этого платья мы могли сделать абсолютно узкое платье за ужина совершенно из разрезом сзади или сбоку с разрезом это был бы уже еще другой стиль но мы не можем учиться и брать какие-то сверх нереальные модели какие-то там и супер от кутюр моды и на этом учиться на этом не учатся нужно научиться делать вот это вот все простое и тогда когда мы все умеем мы прекрасно переходим к более сложным моделям каким-то моделям 2018 года которые там только-только появляются но не умея не зная обработки технологических узлов не владея конструированием мы абсолютно точно не можем этого делать я уже говорила и хочу напомнить еще раз прежде чем участвовать в дискуссиях что модно что не модно нужно посмотреть современные журналы конечно журналы дорого стоят и не у всех есть но всех есть интернет все могут посмотреть коллекции все могут посмотреть на сайтах хотя бы там где предлагается готовая фирменная одежда модели все могут посмотреть эти платья там они предлагаются в огромных количествах обратите внимание на свадебную моду в свадебной моде этот силуэт вот тоже очень популярен кстати поэтому я хочу чтобы прежде чем мы высказывались мы как бы имели представление о том о чем мы говорим если в 2009 году это платье было в журнале бурда это очень хорошо но она была и везде а мода меняется возвращается не только меняется на возвращается то что допустим было в моде в 60-х годах вдруг всплыла в двухтысячных то что в моде было там еще 15 лет назад вдруг она опять пришло ушли совершенно ушли из моды пиджаки с этими увеличены плечами с большими подплечниками вдруг раз в этом году они опять вошли брюки после коротких приходят длинные после узких широкие после широких длинные а сейчас золотое время в моде и узкие и широкие и длинные и короткие и вообще все абсолютно все поэтому носим то что нам подходит учимся на том на чем нам удобнее учиться уважаем друг друга и уважаем пространство интернет я уже об этом говорила как бы но не то чтобы меня расстроили эти отзывы которые там пишут люди там это платье ужасно и там страшно и там еще чего-то там но я не знаю на чем обосновано это все а кто ну там хочет нам сказать что мы плохо работаем ну сделайте лучше покажите покажите пришлите нам свои работы пришлите видео а мы на канале модной практики рассмотрим это все и может быть это и действительно будет лучше чем мы делаем мы только за мы за любое взаимное сотрудничество со всеми а так вот как сказать без основания заявлять как бы ну я не считаю что это как бы но прилично хотя бы я предлагаю учиться конструированию хорошо уметь моделировать уходить от базовых основ я предлагаю учить технологию уметь работать с цветом уметь подбирать для себя модели и таким образом становиться более разнообразными вот все что я предлагаю всего хорошего с вами были мы пауктырина михайловна и вся наша команда